Гербера Она отлично растет и очень красиво цветет. Итак, гербера это многолетнее травянистое растение семейства астровы. Несколько десятков видов гербер растет в Южной Африке и на Мадагаскаре. Также несколько видов произрастают и в Тропической Азии. Герберу выращивают во всем мире в оранжереях на свеску для составления красивых букетов в садах, а также дома в горшочках, как комнатное растение. Ее цветок имеет огромное сходство с ромашкой. Второе название герберы, чаще встречающейся в английской литературе, трансвальская ромашка или трансвальская маргаритка. Окраска цветов гербера может быть самой разнообразной. Не бывает только синего цвета. Посмотрите, какая красота! Цветок умещается и растет в одном месте. Поплотнее горшки составить даже не отличие в столь горшках сидят. Цветок герберы представляет собой соцветие корзинку на одиночном, прямо стоящем, безлистном цветоносе высотой до 60 см, а у миниатюрных сортов 25 см. Диаметр цветка от 5 до 12 см. Листья светло-зеленые, глубоко раздельные, растут на коротких стебельках и объединены в прикорневую розетку. Гербера тепло и свето-любивое растение. Уход за этим нежным и красивым цветком не так уж и сложен. И при соблюдении элементарных условий это комнатное растение будет очень долго радовать нас своей красотой. Гербера комнатная – это любимица многих садоводов. В том числе и моя любимица. Но если эта любимица получила при поливе воду внутрь цветка, внутрь стеблей, будьте спокойны, она поднимется. Все растение завянет и все снеется. Гербера в домашних условиях Итак, рассмотрим условия выращивания герберы в домашних условиях. И начнем с горшочка. Он должен быть обязательно воздухопроницаемым. Поэтому для гербер идеально подходит глиняный горшок. Почва для герберы подходит слабокислая. Для выращивания пересадки берем листовую, почву, торф и песок. То есть листовой почвы нужно добавлять в два раза больше, чем торф и песка. Дорогие мои, я хочу вас предупредить, если вы с голоса не успели запомнить или что-то записать, нажмите кнопочку «Стоп» в нижней части экрана. И вы с текста спишите все, что вам нужно или прочитаете еще один раз. Поехали! Полив. Полив должен быть умеренным. Нельзя давать грунту пересыхать. Полив производить мягкой, отстоянной водой комнатной температуры. Холодной водой поливать герберу опасно. Полив производить в край горшка, чтобы не попадать в прикорневую розетку. Второй способ полива – в поддон. Но через полчаса оставшуюся воду нужно слить. Нельзя допускать застой воды в поддоне комнатных растений. Чрезмерный полив из застой влаги в почве или в розетке может привести к грибковым заболеваниям и образованию мучистой почвы. Опрыскивание гербера зуби. Хотя бы один раз в день опрыскивайте листья, но не цветы, распыляйте воду в виде водяной пыли, не допуская образования капель в розетке. Сухой воздух в квартирах, особенно в период утопительного сезона, не очень благотворно влияет на рост гербера. А говорили, что неприхотливо. Вот и верьте к этому. Местоположение и освещение. Так как гербера растение светолюбивое и продолжительность цветения зависит от длины светового дня, лучше всего выбирать место с ярким рассеянным освещением. Помещение нужно хорошо проветривать. Когда потеплеет ваше комнатное растение, лучше всего разместить на балконе, так как гербера очень любит свежий теплый воздух. Подкормка. Гербер подкармливает 3-4 раза в месяц комплексными минеральными удобрениями. Органических удобрений она не любит. Ни в коем случае не добавляйте компост или перегной. Оптимальная температура содержания в период цветения 16-24 градуса. А зимой после окончания цветения и до февраля 12-14 градусов. Ну то есть, если есть возможность, держать ее на северном текне. Пересадка производится по мере необходимости ранней весной в горшок чуть больше предыдущего. Если пересадить герберу в слишком большой горшок, растение долго не будет цвести. Размножение. Размножают герберы семенами, делением куста или черенкованием. Посев семен производят весной, в дерновую листовую землю, с добавлением песка. Семена присыпают грунтом толщиной в 5 мм. После появления 3-4 листочков, молодые растения купируют в отдельные горшочки. От посева семян до начала цветения, герберы проходят 10-11 месяцев. Размножать герберу путем деления куста, лучше в возрасте 3-4 лет. Оставляя на каждом отделенном растении, по 2-3 точки роста. Цвети растения после деления, начнется также через 10-12 месяцев. Делением размножают в основном ценные сорта, так как при посеве семенами, окраска выращенных цветов, может очень сильно отличаться от фото на пакетиках. Вот она красавица. Только начали выходить цветоносы. В этот момент обязательно следите, чтобы между побегами не было слишком влажно. Иначе вся эта красота не расцветет. Если листочки герберы желтеют и опадают, то значит на растении поселился паутинный клей. Это недостаточно увлажненная почва и сухого воздуха. Во избежание этого старайтесь регулярно, несколько раз в день, опрыскивать листочки водой. Но я вам так скажу, если клей туда уже забрался, ничего не поможет. Только ядохимикаты. При чрезмерном увлечении азотсодержащими удобрениями, резком перепаре температуры и полива в холодной водой, можно спровоцировать такое грибковое заболевание, как мучнистая роза. Эти заболевания легко могут подхватить и другие ваши комнатные растения. Например, комнатная роза, бегония или азалия. Поэтому лучше изолировать заболевшие растения других, чтобы избежать заражения. Часто в результате недостатка влаги растение поражается белокрылкой и сливой. И наоборот, из-за переувлажнения почвы герберу могут поразить серая и белая плесь. Пораженные листочки в этом случае лучше удалить, уменьшить влажность, опрыскивать растения медь, содержащими растворами, например, раствором медного купола. Соблюдение всех условий содержания даст вам возможность без проблем выращивать герберу дома и долго любоваться ее красивыми цветами и подоконниками. Всего вам доброго, дорогие мои. Желаю вам удачи в освоении этого цветка. А тем, кто уже разводит его, желаю вам, чтобы он у вас никогда ни чах, ни пропадал и всегда радовал вас своей красотой. Всего вам доброго.